Алло, полиция. Здравствуйте, да. Я на МРЧК 117 стою, в меня стреляют. Ну да, да, в нас огнестрельного, да. Вот это мужик, что-то, по-моему, гранату достал. Балер, приоткрой, пожалуйста, посмотри, что он... Ну, да нет, шмаляют до сих пор, да. Минут 7, ну, можно и побыстрее, конечно. Минут 7, ну, 10 посидим, да, хорошо. Нет, да мы бы уехали, просто колеса прострелили, я что-то это... Я, блин, в хакапелиту переобулся, она не бронированная, нихрена. Ну, все, все, давайте, давайте. Ой, наверное, надо два экипажа, потому что что-то они, по-моему, гранатомет достали. Ага. Все, давайте, давайте, все, ждем. Угу, до свидания. Такая, типа, хуя, кран-тв. И сидишь там. Там как раз военная тайна с Игорем Прокопенко, хреначек, и все тебе вообще нормально. Хуй один переговорить хочет. Вадик. Сейчас подтянемся, перетрем, потом можем пообедать. Автомобиль данный принадлежал одному очень известному, очень влиятельному человеку. Киркуров? Не угадал. Я читал о том, что был случай с президентом Грузии, Шеварнадзе, такой же автомобиль, только лонговый, был обстрелян из РПГ. Так. Президент выжил. Не проснулся даже. Слушайте. А учитывая, что с нами в кортеже сейчас будет ехать еще вот такая тачка, я думаю, что мы сейчас наведем шороху просто. Откроем машину времени, дверь в 95-й год. Там лейтенант Синицын, они вернулись. Да-да-да. Та-да-да, да-да-да, закрывайте ларьки, не веди прокаты, блядь. Не веди прокаты. Нет, было бы прикольно сейчас мимо самой старой шлюхи проехать, которая... Помню. То есть, ну, там такие мониторы, что тебе батя может кричать, блядь, перестань в Сегу играть, а то посадишь кинескоп наху. И тут у нас сейчас зеркальце с подсветкой. Ой, ты просто знаешь, для чего это зеркало, Артем? Это для того, чтобы ты такой открываешь с утра, да, я охуенный, и дальше поехал. Есть холодильник, который работает. Там что, типа, блядь, пельмени, морозилка вся, масло лежит там, блядь. Какие-то кнопки. Что такое F? Это система пожаротушения. Система пожаротушения. Ничего необычного, как в люксовой вести в целом. Система пожаротушения. Так. И как это работает? Есть жига? Вот ты отодвигаешь ее, да? Она фиксируется, и казалось бы, нужно опять нажать. Но нет, просто есть кнопочка для того, чтобы она сделала это все обратно, понимаешь? Вот вытащилась штука, мы сюда вставляем диск, ки. Судя по году, Апина, Шифутинский, Катя Огонек и прочие люди. Бутырку? Бутырки еще не было, они еще сует, блядь, не выросли у них даже. Андрей, как бы нам лучше подснять толщину стекла, чтобы было понятно всем? Это же просто... Круто, Андрей! По пальцам положить. Чисто по творчеству вообще у тебя отлично. Вы на нем уже 200 ездили, да? Да. О, значит, мы поедем, да? Да, может, тоже. Ну как вы, осторожно. Да не, ну да, осторожно. Че им будет? Ну да, так ты, конечно. Пока Денис еще набирается впечатлений. Виталь, расскажи нам, пожалуйста, че это ты? Да... Ну вот ты говоришь про мотор, что прет. Я вчера вычитал о том, что после рестайлинга этот мотор немножко изменили. Появились индивидуальные катушки зажигания для каждого цилиндра и оптимизированный блок управления двигателем, чтобы это все не значило. Я не знаю, но, в общем, поработали, в том числе и над мотором. Просто в бронированной точке. Да я обожаю наш канал, пацаны и девчонки, большое вам спасибо за то, что благодаря вам мы то на Линкольне, то в бронированном 140-ом. Мы же просто вообще можем выебываться на кого угодно. Нет, самое главное, что от этого больше в автомобилях мы размираться не начали. Нет. Просто галочка появилась, да, чтобы на даче где-то сидеть и, да, мы на 140-ом набронированном ездили в ленту. Еще из интересных фактов данный автомобиль, именно его дизайн, был создан Бруно Сакко. Это известнейший итальянский дизайнер автомобиля, который был номинирован на звание лучшего дизайнера автомобиля 20-го века. Фамилия такая, как будто он кошачий наполнитель придумал, а не что-то пиздатое. Шутки за 300, спасибо, Денис. Тут сзади я придумал ему одно специфическое применение. Ну вот, в принципе, очень интересно можно тут расположить другого человека. Ага. И под кожу ему залезть, да, письки. Ну ты, конечно, извращуга. Постороннему человеку под кожу залазили. Ну тут вообще на пачкока пригодности, как бы, 100 из 100. Прет, как напуганный. Типа ты едешь 120, нажимаешь в пол и полетели дальше. Но это я еще не трогал гигдаун, они какие там. А они там есть? А они там есть. Ух ты. Ну это же самая навороченная комплектация самой навороченной машины мертвых. Да. Гигдаун, ты знаешь, что такое? Да. Что? Ну там такая кнопочка под педалькой. И что она делает? Ну, дополнительный разгон. Дополнительный разгон. Все. Гигдаун, это дополнительный разгон. Если кто-то ищет информации, наверное, на этом канале. Денис, а ты знаешь, чем отличается рестайлинг от до реста? Помимо того, что двигатель тоже немножко поменяли. Можешь хоть один назвать признак рестайлинга? Я думаю, что это задние фонари. Я думаю, что это передние фары. Передняя решетка. Передняя решетка. Именно причем у 600-тика изменена. Их они еще, знаешь, что сделали? А эти плафончики поворотников, которые на крыльях, они были до этого оранжевые, а теперь прозрачные. Ну, поработали люди. Поработали, да? Чувствуются, что-то. Остыгали дверь склада, где стекло прозрачное. Они такие, типа, вы слышали эти русские? Сделали из пятерки семерку. Да, да, да. Вот здесь как обновленная электроника, в общем, и заниженный клиренс, кстати. Актура, не пытайся это делать информативный канал. Не, 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 я очень сильно старался вчера. Я 5 минут гуглил, ты чё, блин? У меня уже заканчивается, подожди. Смотри, что там тебе удобно, по-моему, да, очень? Очень сильно удобно. Очень сильно удобно. Справа владелец Мерседеса, Виталя. Слева владелец Чироки, Дмитрий. Судя по состоянию автомобилей, у пацанов президент до сих пор Ельцин. Ещё вот-вот со дня на день тут путь будет. Все приколы. Вообще, конечно, было бы круто, если бы у пацанов ещё были дополнительные имена, типа, кабан ржавый, вот, да? Ты говоришь, свечки, катушки там менять. Да, когда это настанет? Он, кстати, с чем только обкатку нормально пройдёт. Спустя 25 лет. Да, конечно, ты что, там ресурсозапас прочности такой, что ещё раздать можно будет. Причём она в экстренных ситуациях, ну, когда, например, задымление в салон, она автоматически, получается, откачивает, удаляет дым. Да, и подаёт кисфорос, чтобы, то есть, система дымоудаления, условно говоря, то есть, происходит. Нихуя системой придумываешь на ходу заебись. Система дымоудаления, да, вот это вот.